Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня радостное и одновременно смешанное чувство. Я получил сегодня ответ на свое обращение, которое о родном городе отсылал президенту Российской Федерации. Пришел ответ мне от Министерства экономического развития Амурской области. В скобочках Минэкономразвития АО. Все тут официально, за номером. Ваше обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину по вопросам перспектив развития города Шимановск и организации обучения по специальности программист на базе ПТУ, поступившая в правительство Амурской области из управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. Рассмотрено Министерством экономического развития Амурской области совместно с исполнительными органами государственной власти области. По сути поставленных вопросов сообщаем следующее. А теперь внимание, друзья! О чем была речь в обращении? Речь была о том, что в городе у нас все, в принципе, для жизни все есть. Не хватает только одного. Работы для молодежи, современных рабочих мест. Слушаем, что нам рассказывают. В части социально-экономического развития город Шимановск. Развитие города в значительной мере осуществляется через реализацию 11 муниципальных программ. Город участвует в 4 государственных программах. Внимание! Обеспечение доступным качественным жильем. Раз. Развитие образования Амурской области. Два. Развитие транспортной системы Амурской области. Три. И развитие системы социальной защиты населения. Четыре. То есть, в нашем городе предлагается учиться, подлечиться и сваливать в какой-нибудь другой город. А потом на пенсию сюда возвращаться. Грубо говоря, я давно уже говорю, что в нашем городе прекрасные условия созданы для жизни. У нас не хватает только одного – работы. Что нам отвечают из Минэкономразвития АО? Нам описывают, что в рамках программ проведен ремонт отопительной системы. Да прекрасно! И же о том же и писал, что в городе все для жизни. Все прекрасно. Все улучшается. Оно же видно. Где само развитие, о котором шла речь. Планируется строительство еще одного многоквартирного дома. Это прекрасно. Это мы все знаем. Это освещалось даже лично на моем канале YouTube. Вот. На территории города расположено акционерное общество производственное объединение Шимановский машиностроительный завод Кранспецбурмаш. А если у крестьяне нам нет денег, кому они будут продукцию эту сбывать? Так. В части организации обучения по специальности программист на базе ПТУ. Ежегодно Миноборнауки Амурской области выделяет около 4 тысяч бюджетных мест для приема в организации профессионального образования выпускников 9-11 классов. 4 тысячи. Замечаем. Контрольные цифры приема граждан формируются на основании предложений работодателей и отраслевых министерств области с учетом перспективной потребности экономики области в кадрах. В профессиональных и образовательных организациях обучение ведется по 127 специальностям и профессиям. Там и религиовед в этих профессиях. Чего там только нет, понимаете? Конечно, религиовед, он нужно их человек, я думаю, ну 50 на область, не больше. У нас священников до хрена. Они нам расскажут, чем, допустим, магометанская вера отличается от католической, а католическая от православной. В профессиональных и образовательных организациях обучение ведется по таким-то специальностям. Прикладная информатика по отраслям. Профессии мастер по обработке цифровой информации. Вы издеваетесь, я попросил, чтобы создавать программы, а не чтобы обрабатывать информацию. Ну, прям меня поражает. Я специально ролик записал, а не письменно написал, чтобы хоть кто-нибудь хоть задумался. Нет. Продолжаем. Прикладная информатика по отраслям. Мастер по обработке цифровой информации. Прикладная информатика по отраслям. Подготовку специалистов осуществляет Амурский колледж строительного и жилищно-коммунального хозяйства. Благовещенский политехнический колледж. Амурский педагогический колледж. В Амурском техническом колледже, город свободный, подготавливают кадры по профессию мастер по обработке цифровой информации. То есть опять пользователей готовят. В настоящее время на вышеназванных специальностях обучается 293 человека, друзья. 21 век. 293 человека. Теперь зайдите в вакансии и посмотрите, как по России котируется такая специальность, как программист, умеющий создавать программы. Кроме того, открыты новые специальности. Сетевое и системное администрирование. Опять пользователь. Это никакой не программист. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. Грубо говоря, из рабочего создают охранника. И вот инфокоммуникационные сети и системы связи. Вот это всегда будет в цене профессии. Вот она всегда будет. Если на все их учатся 293 человека, то на инфокоммуникационные сети и системы связи. 75 бюджетных мест выделили дополнительно. То есть, грубо говоря, чтобы строить сеть. Вот у нас в городе, допустим, в некоторых домах частного сектора вообще с интернетом напряг конкретный. Прям вот люди лишены права на получение информации в полном объеме. На всю область выделено дополнительно 75 бюджетных мест. И главное, мне вывод нравится. Таким образом, ребята, проживающие в городе Шимановске, имеют возможность получить профессию программиста в данных учебных заведениях и в дальнейшем применить свои знания для развития своего города. А что им тут развивать, друзья? Что им тут развивать? Вы же сами не даете участия в программах развития, а даете в программах, чтобы дожили потихонечку. Ну зачем вот это надо? В общем, я буду писать повторное письмо президенту Российской Федерации. Я его прямо сегодня же напишу. Я вот точно понял, что сокращение Минэкономразвития, АО, это акционерное общество, наверное, а не Амурской области. Надо же так сократить-то. В общем, меня не поняли. Кто-то, конечно, в соцсетях посмеялся над тем, что я предложил из города Шимановска попытаться сделать какую-нибудь действительно стоящую, высокоразвитый для молодежи центр. Для этого надо немного денег. Просто прошу, если вы хотите понять, о чем я, установите программу Photoshop и запустите ее. На первой страничке сразу же будет количество человек, которые над ней работали. Там указаны не все. Но их гораздо больше, чем столько, сколько вы здесь описали. Сейчас в программах и в мобильных приложениях будет нуждаться каждая организация. Каждая, буквально. И вас обяжет, Медведев, это делать. Неужели вам нельзя додуматься, чтобы всей областью над этим заниматься? Опять соя. Зачем квалифицированные кадры готовить? Нет. Конечно, соя нужна. Но беспилотные комбайны на РДСМ собирать вполне вероятно. Весь мир движется вперед. Мы куда-то в архаику. Поэтому борьба с коррупцией невозможна. Вы, дорогие Минэкономразвития АО, не поняли, что синий кит, игра, которую с детьми проводили, это была тренировочка перед тем, чтобы вывести их на митинги. Неужели, так трудно об этом догадаться? Неужели в Благовещенске не найдется никого здравомыслящего, который вам глаза откроет, фары протрет? Синий киты – это такая же система, как вывод малолеток на митинг с попыткой осмеять Навального, не Навального. Там, ну, на шаг вперед надо идти. В общем, не задумайтесь, Минэкономразвитие АО. Будем на фабриках 20 века работать, которые тут «Газпром». Сколько еще лет на газ? Ну, лет 20 максимум газ еще будем поставлять. Все. Потом что-нибудь новое придумают. А у нас так и будут. Газовые заводы по переработке сои. Слава богу, соя – это хоть единственная в мире чистая осталась, надеюсь. Хотя, в общем, у меня все. Я польщен вниманием. Спасибо министру, товарищу Баловой. Спасибо, что обратили все-таки внимание. Но читали вы крест-накрест, наверное. А читать надо министрам промеждо строк. Поэтому, хотите, молодежь, чтобы работала, они вот уедут, да, вот по этому? Ребята, проживающие в городе Шимановске, имеют возможность получить профессию программиста в данных учебных заведениях. Думаете, они вернутся в Шимановск? Да-да-да. В основном они в Шимановск-то и вернутся. А еще раз говорю, чтобы фотошоп создать, не обязательно, чтобы компьютеры в Москве стояли или в Благовещенске. Понимаете? Не обязательно, чтобы они там стояли. Спасибо за внимание. В общем, повторное письмо пошло.